Здравствуй, дорогой ютуб. Творческая площадка, или же помойка. Вы знаете, я довольно давно познакомился с этим сайтом. Трава тогда была зеленее, и солнце светило ярче. Да и я был школьником. Но всерьёз, я начал изучать ютуб и заниматься своим каналом год назад, и за это время я узнал много нового и познакомился с многими ютуберами, которые впоследствии оказались не теми, кем казались мне изначально. Да что ж там, некоторые деятели называют меня лицемером, так как я вставляю рекламу в свои ролики и зарабатываю какие-то деньги своего хобби. Да, хобби. Я не раз говорил, что в первую очередь ютуб для меня это хобби. Но скажите, с каких пор хобби и работа стали взаимоисключающими понятиями? Разберём простейший пример. Парень играет на гитаре и практически живёт музыкой. Впоследствии он вместе со своими друзьями основал музыкальный коллектив и начал давать концерты. Разумеется, билеты нужно покупать, чтобы послушать их исполнение, но при этом они очень любят то, чем занимаются. Вроде бы всё понятно, и самое главное, таких примеров можно привести сотни. Программист, дизайнер, художник, даже какой-нибудь ведущий на радио. Для большинства это любимое занятие, оно же хобби. Вы всё ещё думаете, что зарабатывать на своих видео это неправильно и гнусно? Но почему-то в кино вы ходите и не думаете, что тратите деньги. Но на ютубе контент, который вы смотрите, абсолютно бесплатен, и будьте честны, 10 или 20, а может даже 30 секунд в начале видео не испортит просмотр ролика, и с вас никто не возьмёт денег. Я не спорю, есть множество ютуберов, которые перегибают палку и рекламируют всё подряд. Но соблазн денег довольно велик, их можно понять. Аудитория. Не для кого не секрет, что на ютубе преобладает детская аудитория. Они же школьники, дети, называйте как хотите. Большинство из них не может понять, почему их любимый ютубер поступил так или иначе. Вполне вероятно, что они даже не интересуются этим. Это яркий пример моей ситуации на канале. Некогда мои поклонники, зрители, которые любили смотреть видео, стали меня ненавидеть и осуждать, так как я снимаю не то, что им хочется. Банально, мне надоела игра и люди встали против меня. Однако есть та аудитория, которая поддержит меня даже в сложных ситуациях и понимает меня. И знаете, огромное вам спасибо.